Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети. Ну а прежде, чем мы начнём, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. А также оставьте своё мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Правду говорят, хочешь жить – умей вертеться. Особенно, если хочешь жить роскошно. Прошёл всего месяц с момента знакомства Корин Миллер со своим парнем Адамом Кэролом. Они оба были авантюристами по натуре, поэтому можно сказать, что здесь звёзды сошлись. На днях у девушки должен был быть день рождения. Парень хотел сделать незабываемый праздник для своей любимой. Он организовал для них поездку в Атланту, штат Джорджия. Они оба недавно закончили колледж и только начинали устраиваться во взрослой жизни. Вполне понятно, что денег у них тогда было очень мало. Поэтому такая поездка уже была для них своеобразным жестом роскоши. Они во всём искали способ, чтобы сэкономить. Им пришлось бронировать самый дешёвый номер в гостинице, отказаться от посещения дорогих заведений, одним словом, выживать за копейки. Тогда парню пришла в голову гениальная мысль. Воплотив свой план в жизнь, они смогли получать напитки в барах совершенно бесплатно. Так что дело было так. Вечером пара пришла в один из местных баров, подошли к барной стойке и начали выбирать напитки. В этот момент парень, поднимается, становится на одно колено и предлагает шокированной девушке стать его женой. Счастливая девушка принимает его предложение и все в баре начинают им аплодировать. Все очевидцы начинают поздравлять влюблённую пару с таким важным днём и как подарок начинают угощать их напитками. Прекрасно, их план сработал. На следующий вечер пара решила снова испытать удачу. На этот раз они пошли уже в другое заведение. Ведь опять этот номер там бы не сработал. Однако на этот раз они несколько изменили историю. Теперь они признавались посетителям, что пришли отпраздновать помолвку. Как ни странно, но результат был тем же. Гости заведения настолько прониклись их чувственной историей, что снова заказали им напитки за свой счёт. Прошло полгода и пришла очередь парню праздновать день рождения. В этот день они повторили историю с кольцом и предложением руки и сердца, но с одним но. На этот раз всё было реальным. Я рада, что тогда мы воплотили эту свою безумную затею. Возможно, это было не совсем честно, но благодаря этому Адаму удалось сэкономить и купить мне настоящее кольцо. Шутит девушка. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в инстаграмах Facebook. Ссылки в описании.